И мы видим здесь не только остатки еды, но и трупы муравьев. Больше 20 погибших, ребята. Что случилось у моих малышей ночью? Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня. Подписывайся, дружище, на наш канал. Это такая классная кнопочка внизу, вот. Это мой формикалий, ребята, то есть муравейник. И на днях у нас тут произошло аж два невероятных события. Такого я еще не видела. И сейчас я вам все покажу. Вообще колонии муравьев могут включать от десятка до нескольких миллионов. На земле обитают муравьи 12 тысяч разных видов. Мой вид муравьев – это жнецы. Ученые подсчитали, что на планете в любой момент времени живет около 10 квадриллионов муравьев. На каждого человека приходится около 1 миллиона этих насекомых. Сложно представить, да? Мой вид муравьев в основном питается озерными, но может кушать и насекомых. Для еды у них обычно есть склад муравейники, где они ее хранят. И до этого он был вот здесь. Помните, недавно я открыла муравьям проход во вторую половину формикалия, так как их было уже очень-очень много. Так вот, после распространения на новую территорию муравьи почему-то решили избавиться от склада и начали выносить все зерна из хранилища на арену. И это очень странно. До этого на арене было красиво, песочек и украшения, а теперь здесь куча семян. Они убрали из-под них песок, и вот они все здесь лежат. Может быть, вся еда испортилась, но почему? Или они вынесли все зерна на просушку, потому что формикалии самом слишком влажно, но хотя я вроде не переливаю воды. Так что пока неизвестно, и это, ребят, остается для меня загадкой. Как итог, сейчас в муравейнике нет хранилища для еды, и они носят еду с арены домой. Кстати, ребята, сегодня на моем втором канале Animagic очень интересный челлендж. Обязательно пойдите и посмотрите, ссылочку я оставлю внизу. Еще очень интересно, что каждой колонии муравьев соответствует собственный запах. И считается, что муравьи могут брать в плен представителей других видов муравьев, заставляя их работать на благо своей колонии. Я очень хочу провести этот эксперимент, заселить к муравьям чужаков и посмотреть, как они будут себя вести. Если вы хотите увидеть этот эксперимент в видео, ставьте лайк. Ну а то, что случилось ночью, вообще невообразимо. Муравьи очень интересные существа. Доказано, что это самые умные насекомые. Они не делают ничего просто так. Видите, вот это матка. Если рабочие муравьи живут до трех лет, то муравьиная королева может царствовать до 30 лет. Вы можете себе представить? Чем думаете, слышат муравьи? Не поверите, ступнями и коленями. Они улавливают колебания грунта. Ну так вот, ребят, я не знаю, что они там уловили и что за разборки произошли, но на утро я обнаружила в мусорке огромное количество трупов муравьев. Муравьи сносят весь свой мусор вот сюда, в уголок арены. А отсюда я его уже потом убираю. И вот утром я нашла там кучу мертвых муравьев. Сейчас я одену специальную макролинзу на айфон и покажу вам. Видите эти трупики? Их тут очень много. Вот наша мусорка, ребята, и мы видим здесь не только остатки еды, но и трупы муравьев. Мне кажется, здесь больше 20 или 30 погибших. Достать их очень сложно, только если убирать всю мусорку. Я попытаюсь достать несколько, чтобы показать вам. Не знаю, что с ними могло случиться. Я сейчас разворошила мусорку, правда, но у нас получается целое кладбище муравьев. Огромное количество. И среди них ползают живые. Скорее всего, эти муравьи умерли где-то в муравейнике, и потом остальные взяли их и отнесли на мусорку. Что могло послужить такой массовой гибели муравьев? И может быть, эти события как-то связаны? Весь корм, который они вынесли на мусорку, и такое количество мертвых муравьев. Больше 20 погибших, ребята. Что случилось у моих малышей ночью? Массовый суицид? Погоище? Или они убили своих же муравьев специально? Или они уже были, например, старые и умерли от старости, но разве могут они умереть целой группой? В общем, непонятно. Я очень расстроилась. Я буду искать информацию в интернете, и если вы что-то знаете, у вас есть какие-то идеи, обязательно напишите в комментариях, и будем разбираться вместе. А мы передаем поветы случайным репостнувшим наше видео в соцсетях вот этим классным ребятам. Подписывайся, и скоро увидимся.